Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска 2 литра автомат. На этом автомобиле мы в коробке автомат заменим сегодня масляный фильтр и масло. Здесь вариатор поэтому у него там есть свои нюансы по замене масла. У него нет щупа. У него место щупа стоит заглушка в корпусе коробки. Мы сольем масло снимая поддон желательно то количество масла которое мы будем сливать такое же количество масла и заливать Уровень здесь выставляется по уровневой трубке в коробке на прогретый автомобиль где-то порядка 40-45 градусов температура коробки должна быть поэтому в процессе замены как раз все это буду показывать сейчас поднимаем автомобиль сливаем масло с поддона откручиваем уровневую трубочку и откручиваем сам поддон для того чтобы нам сменить масляный фильтр номера масляного фильтра и масла я покажу чтобы у нас подобраться к поддону коробки нам надо снять вот эту пластиковую защиту защита здесь получается цельная большая для этого мы сейчас откручиваем саморезы вот здесь которые спереди у нас крепят ее снимаем клипсы вот эти которые у нас также крепят ее и уже мы ее сможем снять снимем ее и у нас будет удобный доступ к поддону для этого берем съемники берем головочку на 10 и все это демонтируем ну все вот сняли пластиковую защиту целиком вот он наш поддон единственное здесь есть крепление ну чтобы к нему удобнее подобраться мы еще снимем вот эту траверсу здесь она крепится спереди двумя болтами и сзади двумя болтами открутим эти оба болты и тогда уже поддон вот к этому к этой части где прикручено нам удобно будет подобраться головки здесь на 17 откручиваем вот открутил болты и убираем эту траверсу все теперь у нас очень удобно сейчас мы откручиваем пробочку здесь шестигранник на 6 и сливаем масло масло мы сольем и замерим сколько у нас сейчас сольется приступаем так ну что вот через пробку у нас слилось меньше литра ну где-то около литра в тазике если видно сейчас берем также шестигранник на 6 и выкручиваем уровневую пробку теперь закручена она от руки то есть откручен откручивать от руки будем и закручивать мы будем тоже ее от руки она пластиковая чтобы ее не поломать вот она вот такая пробочка вернее трубочка это не пробочка это трубочка вот такой высоты всего она и еще у нас видите потекло масло если бы у нас двигатель был заведен при нормальном уровне масла не максимум у нас бы открутив ту заглушку пробку у нас бы масло вообще не потекло из коробки вот такая здесь конструкция сливаем и откручиваем поддон по периметру все вот эти болтики на М6 головка на 10 так вот заслабил поддон из-за того что у нас пробка сливная стоит под углом у нас вот такой вот уровень здесь масло еще есть в поддоне поэтому сейчас снимаем аккуратно чтобы не облиться так вот так вот Здесь вот в поддоне, где вкручивается у нас уровневая трубочка, вот такая металлическая втулка с резьбой, она примерно полтора сантиметра, это столько не сливается масла из коробки, поэтому при частичной замене вся грязь остается снизу. Но вот они магнитики у нас, вот такой ежик на них, автомобиль пробежал 90 тысяч. Фильтр решили, мы менять не будем, мы его помоем. Для этого мы откручиваем три болта, которые у нас крепят масляный фильтр. Продолжение следует... Вот еще из-под фильтра лока управления масло маленько подкинуло. Вот он наш фильтр. Сейчас берем его, полочим, промываем, продуваем. Вот помыл фильтр, продул его, устанавливаем на место, здесь резиночка сверху в резиночку вставляем и закручиваем на место болты. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, теперь моем поддон, магниты, берем новую прокладку, номер прокладки сейчас скажу. Прокладку мы будем использовать оригинальную 35-168-210. Это прокладка новая. Здесь она стояла без герметика. Вот, не знаю, наверное... Да не, наверное, так же без герметика и поставим. Здесь протрем, обезжирим и установим. Моем поддон. Все, помыл поддон. Вот так вот он выглядит. Магниты помыл. Прокладка новая. Вот такая идет профилированная. Устанавливаем ее. Ее даже за счет профиля не надо мазать герметиком. Протираем сейчас посадочной. И обезжиривателем пройдемся. Обезжириватель вот такой вот. Просто обычный обезжириватель. Прикладываем поддон. И наживляем. Смотрите, при этом, чтобы прокладка у вас не перекосилась, чтобы везде по всем отверстиям она стояла ровно. Все стоит ровно. Протягиваем. Заливная пробка здесь на боковой крышке. Чтобы нам удобнее было, снимаем вот эти клипсы на боковом пыльнике. И вот здесь вторая. Ну вот заливная, а то сливная. Да, вот это получается. Не, не сливная. Это в клапан идет. Вот эту пробочку откручиваем и заливаем сюда. Слилось у нас 5 литров. 5 литров и заливаем. Заливаем не 5, а 5200. Там головочка похожа на 24. Все, вставляем сюда шланг. И через воронку, вот шланг, через воронку заливать сейчас будем масло. Масло будем заливать вот такое. Оригинальный номер масла идет 0886-0205. CVT-TC для этой коробки идет. Взяли мы две банки. Используем примерно полторы. Это для удобства заливки. Берем, заливаем. Залил масло. 5300-5200 где-то примерно так. Закручиваем пробочку. Защиту пока не ставим. Сейчас заведем. Выставим уровень. Прогоним по всем режимам. Заводи тормоз надави. Держи тормоз. И потихонечку все режимы переключай. На один жди. На второй. На «Д». Ниже там. На ручное. Перещелкиваю. Еще. Вверх. Перещелкиваю. Это вот. Еще перещелкиваю. Теперь на «Д». Теперь на «Д» встать. Вверх. Задняя. Литралка. Задняя. Парковка. Все. Тормоз отпускать. Теперь пускай она у нас прогревается до рабочей температуры. Замерим температуру коробки. Когда у нас температура будет 45 градусов, мы открутим вот эту заглушку. И сольем излишки масла. На заведенную это все делается. Ждем. Прогреваем. Так. Ну что. Вот у нас двигатель прогрелся. И коробка прогрелась. У нас сейчас где-то 43 градуса коробка. Градусник. Так. Ну, откручиваем заглушку вот эту. Снизу ставим тазик. И сливаем лишнее масло. Машина заведена. Машина. Рис하지. С paradiseya. Машина. 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 Получается, что лишнее масло у нас сливилось Это выше уровня Уровневой трубочки Это лишнее масло Дальше Берем, закручиваем на место Продолжение следует... Получается все Масло в коробке мы заменили Уровень выставили Сейчас ставим на место боковой пыльник И ставим вот этот пыльник Защита пластиковая На этом мы закончили Всего вам доброго